Совмещение спорта и шоу – приоритет для главного промоушена планеты. Самые популярные представители UFC в наше время – бойцы, которые, помимо ярких сражений в клетке, могут продвигать свою схватку вне октагона. Вспомните пик карьеры Конора Макгрегора – постоянные стычки с участием Колби Ковингтона, интервью Хорхе Масвидале. Каждый из них занимается продвижением своих поединков и увеличением продаж билетов. Но не всегда это делается через треш-ток. В мировом ММА хватает и позитивных бойцов, покоряющих топы, благодаря своей яркой харизме. Об одном из них – парни, который прошёл непростой путь от американских трущоб до главной спортивной арены мира – мы и поговорим сегодня. Алджа Мэйн Стерлинг – герой нашего ролика. Детство Алджа родился 31 июля 1989 года в Лонг-Айленде. У Стерлинга 12 братьев и сестёр, а его родители являются выходцами из Ямайки, чем спортсмен гордится, постоянно надевая символику с флагом страны. Алджа рос в неблагополучном районе, поэтому постоянно рисковал своей жизнью, выходя на улицы. Его братья часто возвращались домой побитыми, а самого Стерлинга пытались завербовать в одну из нью-йоркских банд. Однако Алджа Мэйн захотел изолироваться от пагубного влияния улицы. В школе он начал задерживаться на тренировках по командным видам спорта. Его привлекали футбол и баскетбол, но на одном из занятий по физической культуре парня приметил Тим Годой – бывший боец, которому был присвоен статус All-American. Он отметил Алджа как одного из самых перспективных атлетов в школе, из-за чего Стерлинг решил стать вольником. Начиная с 2004 года, Алджа Мэйн показывал отличные результаты. Несмотря на открытый интерес со стороны вузов США, он так и не поступил в университет, сразу после окончания школы ограничившись колледжем из-за слабой успеваемости. Студенчество Мэрисвиль – название колледжа, которое знакомо каждому фанату Джона Джонса. К моменту знакомства с великим бойцом Алджа уже считался перспективным атлетом, однако бойца всеамериканского уровня из него сделал колледж Кортланд, куда Стерлинг отправился после первого года обучения. В третьем дивизионе NSAA боец сменил две весовые категории. За три года участия в турнирах Алджа заработал рекорд 87-27 и дважды получал всеамериканский статус, став одним из лучших борцов в истории данного дивизиона. По окончании колледжа передал же встал выбор – попытаться пробиться в национальную команду, либо же стартовать в смешанных единоборствах. Помогло тут знакомство с Джоном Джонсом. Вдохновившись примером Боунса, Стерлинг решил перейти в ММА. Любительские выступления Уже не первый в свой поединок боец выходил с прозвищем Фанкмастер, что была отсылка к его студенческим временам. Полюбителям Алджа стартовал 23 мая 2009 года, когда сразился на региональном ивенте с Винсентом Моралесом и забрал победу путем удушающего. Второй любительский бой завершился для Фанкмастера поражением. Захария Ланге сплитом одолел своего оппонента. Выступая за Team Bomb Squad, Стерлинг продолжил участвовать в региональных лигах и познакомился с Мэттом Серой, членом зала славы UFC и бывшим чемпионом организации. Тот пригласил бойца в Sierra Longa Fight Team, который Алджа начал заметно прогрессировать. Дальнейшие победы Алджа привели его к первому титульному бою. А состоялся он в промоушене Regging Wolf MMA. Соперником Алджа стал Захария Ланге, который нанес Стерлингу первое поражение в его карьере. На дистанции в 5 раундов Стерлинг впервые показал, что с выносливостью у него все хорошо. Уступив в начальных раундах уже с 3-й 3-х минутки, боец начал заметно перебивать своего соперника. Несколько раз качественно его перевел и забрал победу единогласным решением судей. Второй пояс любительской организации перешел к бойцу после его победы во втором подряд реванши. На сей раз оппонентом Алджа стал Эрик Степпе, которого Стерлинг уже проходил до этого. Из своего поражения Эрик ошибок не извлек, однако и Алджа Мэйн заметно прибавил в контроле, вновь забрав победу удушающим приемом. Старт в профессионалах. Перед своим профессиональным дебютом Алджа был удостоен черного пояса по бразильскому джиу-джитсу, причем получил он его от руководителя своей команды. О дебютном поединке Алджа на профессиональной арене известно мало. Он прошел в 2011 году и завершился победой фанкмастера и единогласным решением судей. Соперником бойца был Серхио де Сильва, после этого шел еще один легкий бой, где Стерлинг досрочно одолел Харри Леймбаха. Далее атлету приметили скауты Рок. Организация планировала подписать перспективного спортсмена надолго, предоставив тому шанс выйти на титульную схватку против Клаудио Ледезме за вакантный пояс в бантамах. Финишировать своего соперника Алджамейн не смог, вместо этого одержав победу сплитом. Несмотря на позитивный исход боя, в промоушене Алджа решил не оставаться и дебютировал в организации Key FFC. Причем сделал он это в полулегкой весовой категории. Несмотря на непривычный для себя вес, Алджамейн не только выиграл у своего соперника, но и разбил того в партере, оформив победу за три секунды до первого раунда. На следующем же турнире от Key FFC Фанкмастер получает шанс подраться за пояс в легчайшем дивизионе, где впервые в своей карьере проходит дистанцию в 25 минут и выигрывает у Шона Сантелло. Три последующих защиты американца прошли практически под копирку, так как они завершились с одним и тем же исходом. Несмотря на чемпионскую дистанцию, Фанкмастер выиграл в трех подряд поединках, а после отправился на повышение, так как им заинтересовались в главной ММА Лиге мира. Старт в UFC. Первый поединок Фанкмастера в UFC состоялся на номерном 170-м, ивенте организации. В роли его оппонента выступил Коди Гибсон, уступавший Алджи единогласным решениям. Не стал полноценной преградой на пути к топам и Хьюго Виана, а успех в битвах с Токеей Митсугаки и Джонни Эдуардо привел Стерлинга к четвертому месту в рейтинге легчайшего веса. Брайан Кэрэуэй и Рафаэль Асун Сао также стали частью стрика бойца, но на сей раз, дважды подряд Алджи испытывал горечь поражения, причем оба неудачных результата были достаточно спорными, так как американец своих соперников заметно перебивал. Ну и на этом Фанкмастер не сломался, он не стал уходить в себя и брать паузу, а тут же предложил матчмейкерам вывести его на следующую схватку. Благо оппонент нашелся быстро, им стал опытный бразильский джитсер Агуста Мендес, и в данной схватке Алджи доказал, что его поражение не более чем случайность, забрав победу уверенным решением. Дальше больше. На UFC 214 Стерлинг выходит на легенду и бывшего чемпиона своего веса. Против Алджи выступает Ренан Барао, шедший на неудачной серии. В довольно равной битве, несколько свежее, под конец боя оказался именно Алджи Мэйн. Американец перебил оппонента при ровном счете в третьей пятиминутке, оформив вторую победу подряд. На UFC Fight Night 123 огромное внимание было приковано к бою между Марлоном Марайесом и Алджи Мэйном Стерлингом, который шел с Амэйном турнира. С первых минут в привычной для себя манере Марайес поднесся вперед, нанося удар за ударом. Алджи постарался перевести оппонента в партер, однако Марлон посоветовал тому подниматься в стойку, и первый же удар коленом застал Стерлинговый расплох, тяжелейший наккаунт, от последствий которого фанкмастер избавляется в последующие четыре месяца. Боец вернулся в апреле 2018 года на битву с Бреттом Джонсом. Алджи не только перебил своего соперника, но и был куда успешнее в своих попытках перевода. Столь классное выступление вернуло его в титульную гонку, а на очереди шел номерной UFC 228, где оппонентом фанкмастера стал Коди Стэмон, которого он смог засабмитить. Последующая схватка с Джимми Ривейрой в очередной раз показала, что Алджи сильно прогрессирует в стойке. Ривейра, который после этого смог перебить самого Петра Яна, в поединке со Стерлингом выступал в роли груши для битья. Алджи полностью доминировал в стойке, провел успешную попытку тейкдауна и оформил уверенную победу. На сей раз до титульника ему осталось совсем немного. На UFC 238 было объявлено, что одной из главных схваток мейн-карда станет бой между Алджи мейном Стерлингом и Педро Муньозом. И это был второй бой подряд для Алджи против топового ударника. И второй подряд бой он 15 минут провел в стойке. Причем на протяжении всех трех раундов выглядел лучше своего соперника. Фанкмастер накидывал удары с разных дистанций, пробивал хайкики, пытался влиять на передвижение соперника, пробивая тому по ногам. Итог 30-27 от всех трех судей и выход на претендентский бой. Изначально Алджи считался главным претендентом на чемпионскую схватку, но решением Даны Уайта было предоставить еще один шанс Жозе Альдо. А Кори Сентхаген и Фанкмастер были главными претендентами на последующий титульник. В итоге именно данные бойцы сошлись в претендентской битве на UFC 250. Бой представляли как противостояние стилей, однако борьба в данном случае доминировала над ударной техникой. Алджи выиграл, причем выиграл уверенно, с первых же секунд переведя соперника на канвас. Итог – доминирующая победа Стерлинга сабмишном, которая привела его к титульнику. Заключение. Позитивный парень, который пробился из трущоб родного города и стал одним из лучших бантамов своего поколения, Алджи Мэн Стерлинг еще обязательно проявит себя в октагоне и будет одной из главных звезд легчайшего веса. Постоянный прогресс, упорство и амбиции, подкрепленные мастерством, у Алджи есть все, чтобы в скором времени стать легендой смешанных единоборств. Подписывайтесь на канал ММА Экспресс, ставьте лайки и пишите свои комментарии. Скоро увидимся.